Вопрос про наших как раз заокеанских друзей. Весь мир следит за выборами в Соединенных Штатах Америки. Мы тоже приглядываемся, особенно с точки зрения демократических процедур. Картинка для журналистов интересная, согласитесь. И то, как шла подготовка к выборам, и то, как голосуют, особенно по почте, то, как считают, то, как сейчас в суды пошли. На ваш взгляд, как международные организации, которые так пристально следят и за белорусскими, и за российскими выборами, отреагируют, на ваш взгляд, если отреагируют? Как они в финальных своих отчетах это объяснят? Все эти несуразности, несовпадения с так называемыми общемировыми стандартами избирательных процессов? И второе, как изменятся отношения, если изменится, конечно, Белоруссия и США, если по судам назначат нового хозяина в Белом доме? Никак не изменится. Ни один предыдущий, если он уйдет, ни новый приходящий на карте не покажет нашу страну. Они, американцы, вы же знаете, они погружены в свои проблемы. Если внешняя политика, то это обязательно крейсера, авианосцы, это бомбы, снорады, ракеты. Это их внешняя политика прежде всего. Мир изменился. И в разговоре, когда здесь был Майк Помпео, я ему задал вопрос. Майк, вы зачем открыли войну на всех фронтах? Да, вы крупная страна, мощная страна, но вы не способны сегодня выиграть на всех фронтах эту войну. Поэтому я не жду, что ситуация поменяется в наших отношениях. Вы знаете, что президент там, не то что у нас там авторитаризм и диктатура, он там может вообще ничего не решать. Его Конгресс может повязать по рукам и ногам, как это было с Трампом. Дергался, дергался, что-то хотел сделать. Срок первый прошел, так ничего и не сделал. В этом его и главная беда. Продолжение следует...